Если у вас вот только прослизь начинает выявляться, это хорошо. То есть мы отключаем голову, мы включаем ощущения в теле. То есть вдох нос, наш мозг он просыпается. Мы чувствуем себя в теле и выдох через горло. Выдох. И вот так мы будем решать всю практику. Сейчас закрыты глаза, голова чуть-чуть наклонена вперед. И мы как будто затылком и седьмым шейным позвонком тянемся вверх. Такая незримая нить вытяжения вверх. Вы даже почувствуете, как у вас какого-то неживотика подтягивается. И вы вырастаете, вырастаете на несколько сантиметров вверх. Взглядом внутри, а голова лицом наклонена вперед. И вот мы зацикливаемся на дыхании. Дох нос. Чувствуем, как наше тело дышит. Выдох горло. Не торопимся. Медленный вдох нос. Выдох горло. Настраиваемся на ближайшее время. Это как свидание со своим телом. И снова вдох. Настроились на практику. И на выдохе открываем глаза. Мы с вами в практике. Вытягиваем руки в стороны. Из одного плеча немножко вытягиваем руку. Из другого плеча вытягиваем руку. Почувствуйте свои большие пальцы. Где они у вас? Вот они, большие пальцы. Вот вы их чувствуете. Ставить, что вы из мозга отправили такую нейронную связь. Пальцы вы не пошевелили. И обратно вернули. И вы чувствуете своим мозгом свои большие пальцы. Разворачиваем ладони назад. При этом стараемся раздвинуть пальцы рук. Как будто перепонки раздвигает любушка со всей силы. И вытягивает руки в стороны. И при этом плечи опустить назад. А затылок тянуть вверх. И представьте, что на ваших ладонях лежат огромные, огромные, не знаю, там, куча, не знаю, там, бриллиантов. Денег, подарков, судьбы. Все, что хотите. Энергетические шары. Все, что хотите. Они огромные, они тяжелые. Вы чем шире разбегаете пальцы рук, тем больше вы можете удержать. Закройте глаза. И дышим. Вдох. Три раза. Выдох. Вдох. Старайтесь плечи не поднимать. Дышим ребрами и чуть-чуть животом. Выдох. Снова вдох. И выдох. Хорошо. Поднимаем руки вверх, плечи сохраняем внизу. Вот смотрите, плечи на месте, а руки медленно, осознанно, четко плечи тянем вниз. А руки поднимаем вверх. И вы прям понимаете, что вы поднимаете руки за счет плечевых суставов. Плечи не поднимаем. Очень важно. И руки смотрят в прямой линии, параллельный вверх. Пальцы рук широко раздвинуты. Ладошки смотрят друг на друга. Наташа, присоединяйтесь. Вот коврик для вас. Ладони смотрят друг на друга. И теперь вы интуитивно прикасаетесь ладонь к ладони. И пальчик находит свою пару пальчиков. Прикоснулись. Нашли, почувствовали. Большой палец, большой палец. Указательный, средний, безымянный, мизинец. Все, ладошки прикоснулись. И теперь важно. Вытянуть руки вверх. Причем плечи мы не поднимаем. Плечи внизу. Уши у нас свободны, голова свободна. И назад заводим руки, насколько это возможно. Почувствуйте свой левый, правый плечевой сустав. Почувствуйте свои ребра. А теперь еще и три цикла дыхания. Вдох, выдох, вдох, выдох. Еще раз вдох и выдох. Потихонечку разводим руки в стороны. Разворачиваем ладони к полу. И потихонечку опустили. Делаем замок сзади за спиной. Делаем замок. Наклоняемся вперед. И руки у нас переходят, насколько это возможно. Можно. Вот как получается, так и делайте. Старайтесь чаще закрывать глаза, чтобы не смотреть на сильные коврики. Вот вы уже поняли, что я вам хочу сказать. И делайте так, как у вас получается. Максимально. И дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Потихонечку, потихонечку, потихонечку возвращаемся. Теперь смотрите, расположите их на коврике так. Можно, как я, повернуться. И я сделаю захват ниже коленей. И потихонечку у нас хороший пол. Мягкий. Мы можем аккуратненько раз и накреститься. Прямо вот ложитесь. Опа. И упали. Отлично. Теперь за счет того, что мы руками держимся под коленями. Руки тянут максимально за ноги. Тянутся. И наша спина превращается в такое коромыслом. И мы, получается, что мы сжимаем грудную клетку спереди и раздвигаем лопатки сзади. И дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. И на выдохе делаем такие легкие раскачивания. Делаем АП вперед и принимаем положение в силе. Вытягиваем ноги вперед. Вытягиваем ноги вперед. Пальцы вместе. Стопы вместе. Калетки. Клис. Огните. Хорошо. Что, надо развернуться? Да? Да? Хорошо. Стопы на себя. Плечи вверх, назад, вниз. Руки поднимаем вверх. Поднимите руки вверх. Как мы это делали до этого, да? И сейчас, смотрите, мы должны сделать так вот вперед, но не круглая спина. А начинаем от попчика, поясничку наклонять. Позвонок за позвонком. Ребра прижимаем к бедрам, грудь, коленям. Руками, ладонями сделаем захват за ваши стопы. Колени сгибайтесь сильнее, если не получилось. Прям можно сильно-сильно согнуть. Здесь важно, чтобы ваши стопы не разваливались в стороны. И мы начинаем потихонечку тянуться руками. Мы как бы вытягиваем позвоночник вверх. Вытягиваем, выныриваем. Сбоку наша спина должна стать абсолютно прямой за счет выпрямления позвоночника. И ваша шея продолжение позвоночника. И дышим. Вдох, нос. Спину выравниваем. Голова, шея тянется вверх красиво. Челюсть поднимаем, лицо смотрит четко вперед. Сейчас мы будем потихонечку распределять колени. При этом стараемся спину сохранить ровной. Конечно, вам будет хотеться спину ссутулить. Но мы будем одну ножку чуть-чуть подтянули, другую подтянули. И продолжаем. Дышать вдох. Выдох. И снова еще ножку отдох, еще одну ножку. И вот насколько вам позволит тело максимально в ощущениях сохранять прямую спину. Дышим. Вдох. Выдох. Хорошо. А теперь давайте просто провиснем спину мягко, аккуратно. Положая ребра на бедра, колени на грудь. Руки провисли по бокам и переместились к вашим пяточкам. К пяточкам. Переместились к пяточкам. А теперь стараемся локоточки положить на ногу. И снова вдох потянули вперед. И выдох. И представьте все ваше тело, как это огромное количество мышц. Я всегда говорю, 640 мышц в нашем теле точно есть. И каждая мышца сейчас требует вашего внимания. И на каждом вдохе вы мышцу тянете, тянете. А на выдохе вы расслабляете. Вы включаете каждую мышцу в вашем теле. Энергия начинает идти туда, где ее не было давно или она по какой-то причине была заблокирована. Вы растягиваете фасциальную ткань. Растягиваете слегка мышечную ткань. Снова вдох и выдох. Хорошо. Сейчас круглой спиной потихонечку начинаем. Из живота как будто выталкивая позвоночник. Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. И ножки ставим широко, сгибая колени вниз. Представьте, что вот здесь между ног мы поставим распорку. И эта распорка держит ваши колени на ширине ваших стоп. А стопы стоят на ширине плеч. Вот у нас ровно стопы, колени, плечи. Сейчас. Руки круговым движением поворачиваем назад, широкими ладонями ставим наружу. Чем шире вы раздвинете ладонь, мы не ломаем ладонь, мы ее целиком ставим на пол. И стопы стоят на. Теперь вам необходимо сжать лопатки на спине. Вот ключевой момент сжать лопатки. Как будто там карандаш между лопатками. И вы прям сжали. Грудь максимально раскрыли. Мы делаем глубокий вдох. И на выдохе поднимаем таз вверх. Перевернутый стоп. Очень мощная асана для укрепления плечевых суставов. Дышим. Вдох. Выдох. И каждый раз повторяйте себе. Это мое тело. Это моя практика. Я учусь пользоваться и чувствовать свое тело. Дышим. Вдох. Выдох. Молодцы, девчата. Снова вдох. Выдох. Потихонечку усаживаем таз на поле. Не спеша. Все делаем очень медленно. Руки из-за спины круговым движением. Через вверх поднимаем. Проворачиваем вперед. Затклакиваем ваши стопы. Колени уходят в стороны. И тут у вас получается сцепка. Ладонь и стопа. И вы руками тянете. Движение антагониста. Разбегает лопатки в стороны. А теперь ваша задача со всей силы раздвинуть ваши лопатки. Скругляя спину. Вот вы зацепились ладонями. Вы тянете ногами ладони. Стопы. А спиной назад на вдохе. Как будто парашют раздуваете. И прям максимально раздвигаем спину. Максимально раздвигаем лопатки. И дышим. Вдох. Прям назад тяните спину. Выдох. Отлично. Как правило, в этот момент наступает лёгкость в голове. Потому что мы раздвигаем самые мощные спазмированные участки на спине. Почему лопатки? Хорошо. Потихонечку отпускаем. Отлично. Теперь ножки перед собой сложите вот так. И перекатимся вперёд на позу стола. Ага. Все живы? Да. Да? Ничего же сложного. Ничего же сложного. Все очень просто. Йога, она очень простая на самом деле. Ну вот, базовые укажения, асаны. Так, вот, снова, чтобы вы поняли. Смотрите. Здесь очень важно понять, что ваши широкие ладони стоят чётко под плечевыми суставами. То есть, у нас плечи никуда не убежали. У нас вот чётко. Стол, ножки стоят чётко под столешницей. Колени стоят чётко под тазобедренными. И здесь важно. Ваша спина должна быть прямой не за счёт мышц поясницы, а за счёт мышц живота. Вам необходимо потянуть животик. Вы прям почувствовали, как вы потянули низ жирота. И поясничка у вас свернулась. Вы стоите и отталкиваетесь руками, плечами, так, чтобы у вас раздвинулась лопаточная зона. То есть, у вас лопатки, они раздвинуты. Теперь, останьтесь на коленях, подяните стопы максимально, будто балерина тянет свои стопы. Прям тянем их, как будто до потолка хотим эти стопы дотянуть. Ощущение спазма появится в стопах. Прямо вверх, вверх, вверх. Вот, тянем. Вот, тянем. Прямо со всей силы. Пальцы сжали, тянем, как балерина. Крямо спазм такой может быть, будто бы прям очень тяжело. А теперь раздвиньте пальцы ног широко. Раздвиньте, проверните голеностоп в 90 градусов. И теперь раздвинутые пальцы мы прижимаем к коврику. Ага, прижмите раздвинутые пальцы. Теперь смотрите, подтяните животик и приподнимите колени на полом буквально на 10 сантиметров. Классная асана. Вы сразу же чувствуете, что ваше тело может быть сильным. Наполняемся силой. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. И потянули копчик в потолок. Раскрываем плечевые суставы. Любимая собака мордой вниз. Ага, колени согнуты. Стараемся поставить пяточки на пол. Только потом стараемся разогнуть одно колено, второе колено. Голова висит вниз, шею не загибаем. Раскрываем плечевые суставы. Выворачиваем копчик в потолок. Спокойно дышим. Вдох. Выдох. Плечевые суставы прогибаются в плечевых суставах все глубже. Отлично. А теперь медленно, не спеша, переходим в планку. Планочка сразу же из собаки. Планка. Ой, как планка, плеч вперед. Мы никуда не двигаем ладони, стопы, планочка, животик как тяну. Теперь правое колено. Перед перед собой положите. И заднюю ножку уберите четко назад. Вы как будто сели на шпаку. Только у вас одна нога, она согнута. Так, поза голубя. Голубя. Вот смотрите, вот эта вот ножка, она выходит у нас вот либо в 45 градусов, либо чуть дальше у кого-то. Но не под вами. Она должна быть, как бы, выйти должна немножко. Вот эту вот подвздошную косточку мы как будто хотим пристегнуть. Тем самым включается правая поясничка у нас. Выдавнитесь. Ага. И на выдохе вдох. И на выдохе стараемся лечь вперед. Можно на логоточках остаться. Можно лечь глубже. То, как вам позволяет ваш правый козобедренный суставчик. Ваша задача раскрыть правый козобедренный сустав. Он немножко сворачивается. Поджимает. И сжимается. И спокойно дышим. И главное, поясничка. Подумайте о своей пояснице. Вы должны выстроить в параллель с пол. Для чего эта асана? Эта асана подводящая. Она подводит нас со временем. Когда вы будете заниматься, я думаю, что вы будете заниматься. Отлично. Все, кто померещает, когда вы занимаетесь. Потом вы будете со временем вот эту ножку делать так вот больше, потом больше. А потом вы ее просто так сделаете и так останетесь сидеть. Это раскрытие полной правильный шпагат. Мы не растягиваем мышцы. Мы раскрываем суставчики. И все. И это комфорт. Вот. Это подводящая асана. Шпагат. Просто у кого-то проходит месяц, у кого-то год. Может быть, как у меня, 6 лет. Я через 6 лет села. Вот. Поэтому надо время. Сейчас, смотрите, девчата, мы приподнимемся. Заднюю ножку. Подумайте о задней ноге. Подумайте. Вот моя задняя нога. Я заднюю ногу сгибаю. Раз. И я делаю захват. Ага. Перед тем, как двигать каким-то органом вашего тела, нужно о нем подумать. И тогда он вам подчинится. Делаем захват. Так. Если не получается, как бы будьте аккуратны. С внешней стороны лучше это взять. И здесь необходимо найти свой угол наклона. Мы продолжаем сидеть таким образом. А кто-то, возможно, сможет наклониться вперед, ниже, ниже, ниже. Что мы включаем? Мы включаем принцип спитра. Мы потихонечку, потихонечку ложимся. И у нас уже правая нога работает. И лево. И дышим. Дышите. Я всегда вспоминаю, когда-нибудь тяжело, как народом. Дышите. Дышите. Я каждый раз говорю, я рожаю сама себя. Я сама себя рожаю. Я дышу. Я просыпаюсь. Я перерождаюсь. И дышим. Дох. Выдох. Медленный вдох. Медленный выдох. У кого мураши по телу идут? Есть у кого-нибудь? Нет. У кого-нибудь шлачу просто. Бать. Ну вот, если когда вы дышите, и получаются какие-то мураши по телу, это как раз... Ой, у меня это что-то мне тут включили. Когда мураши идут по телу, это говорит о том, что идет аналитический поток. Это очень классно. Это вообще, это очень здорово. Так. Сейчас мы включим проходение, чтобы мы приспались. Теперь потихонечку заднюю ножку мы отпускаем. Не спеша. Опускаем. Пальцы ног раздвигаем, ставим в коврик. И ножку напрягите так, чтобы она у вас прям вот напряглась со всей силой, и колено оторвалось. И прям почувствуйте от поясничного отдела всю вашу ногу. Всю силу на весе. Почувствуйте. Широкие ладони под плечи. Шеводи под плечи. Ну и бабочка. Кто сказал, что йога это сложно? Это все просто. Это все очень просто. Все очень просто и легко. Дышим. Дох. Выдох. Выдыхайте прямо за счет геомбера, за счет низа живота. А теперь берем свою левую ногу, левая колена, и перед собой точно так же раз, и положили. Это и то же самое. Ножку вывели, задняя нога в красивый шпагат. Представим, что вы уже сидите на красивом шпагате. И потихонечку ложимся, ложимся очень вперед, руки перед собой. И начинаем будить свое левое бедро. Будем свое левое бедро. Спокойно дышим. Тут необходимо понять, что есть несколько этапов. Первое, неудобно и некомфортно. Второе, как вроде бы спазмирует и отдикает. А потом уже, да и ладно, ну и пусть так будет. Все, принято. Когда наступает момент принятия, что ну и так я могу побудить. Вот все. Значит, этот момент нервная система перестается протянуться. И начинается процесс вхождения в это состояние. Каждая асана имеет левое бедро. Так, приподнимаемся. Плечики приподнимаем. Подумайте о задней ноге. Вот подумайте, почувствуйте стоп. Почувствуйте ногу. И эту чувственную ногу мы соблюем. Сделали захват. И опять же, выравнили поясницу, выравнили позвоночник. И каждый находит с него на фон. А кто-то становится так. А кто-то идет ниже. И прям чувствуйте, как правые лица с бедра начинают включаться. Мы удлиняем наши мышцы ног. Удлиняем фасциальную ткань. И обязательно вдох. И вдох. И выдох. И потихонечку, потихонечку. Нашли свою амплитуду. Нашли свое положение. И дышим. И обязательно себе подаваривайте. Это мое тело. Это моя практика. Это мои асаны. Которые только для вашего тела. Нужно понимать, что каждый из нас уникальный метод одинарного тела. И каждая асана, она выглядит у каждого без свой образ. Как получается? Потихонечку отпускаем ногу. Раздвигаем пальцы ног. Ставим четко в пол. И напрягите ногу так, чтобы она оторвалась у вас от пола. Почувствуйте ногу от поясничного отдела крестца до пальчиков ног. Пальцы широкие, ладони под плечами. Животик подтянули. И снова вышли на планочку. Вышли на планочку. Вы молодцы. Осталось пять минут. Животик подтяните. И почувствуйте свое тело, что вам все равно, в принципе, как стоять. На ногах, на двух, прямо. Либо на четырех стоять. Вы стоите, по-всякому делу вас слушает. Вы можете спокойно дышать. Медленно прикасаемся коленями к полу. И прогибаем кошечку. Кошечка – это когда спина максимально выгнута вверх. Копчик поджат, как будто хвост ложка поджала. И голова висит затылком вниз. Круглая спина. Ага. А теперь переходим к асану. Это называется корова. Движение антагонист наоборот. Вызывайте, мы выворачиваем копчик. Расслабляем живот. И сжимаем лопатки на спине со всей силы. И сжимаем лопатки на спине. Прожмите локти, при этом абсолютно прямые. Затылочек поднимаем вверх. Представьте, что вы прожимаете зону сухого шейного позвонка со всей силой. А теперь, кошка, раздвинули. Поджали копчик. Втянули животик. Дышим спокойно. Вы должны, несмотря на то, что тело работает, вы должны быть на расслабоне, на лайте. Вам должно быть в кайфе. Мышцы работают. Суставы работают. А ваше состояние, лентая система на лайте. И снова провал вниз. Корова. Максимально прожимаем. Прожимаем со всей силы с мышечным позвонок. Животик расслабьте. Копчик вывернули со всей силы. Поясничный отдел активен. И снова вверх кошечка. Отлично. И уводим таз, ягодицы на пятки. Увели, 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 увели. И посадили ягодицы на пятки. Отлично. Хорошо. Теперь нам необходимо локоточки поставьте на коврик. Раздвиньте колени максимально. У нас очень мягкая поверхность. И это будет здорово. Вот смотрите. Я себя приподняла. Я раздвинула колени, насколько у меня получается. И сажу ягодицы на пятки. Вот как получается, дайте сделать. И здесь очень важное такое движение. То есть вот я сижу в тазобедренных суставах. Я должна провернуть себя, сохраняя ягодицы на пятки. И максимально положить живот на пол. Но при этом будет отрываться попа. Но вы стараетесь ее не отрывать. Вам нужно сохранить ягодицы, провернуться в тазобедренных. И положить себя на пол. Руки можно положить так в локтевой замочек, вот на руки. Эта асана очень мощно доработает ваши бедра. То есть здесь идет раскрытие внутренних приводящих, удлинение приводящих мышц внутри бедер. Вот те мышцы, которые для женщины очень важны. Доверьтесь своему телу. Представьте, что я подошла к каждой из вас и положила свои руки на поясницу. Прямо почувствуйте мои руки на вашей пояснице. И как будто я, когда вы делаете вдох, держу руки, а на выдохе я вам надавила. И прям почувствуйте мои руки. Я вам надавила, и вы провалились ниже. Вот тут очень важно в йоге, в чем разница. Йога и гимнастика. В гимнастике там реально давят и помогают. А в йоге без силой понимания сами раскрываете свою нервную систему. То есть спокойно отдыхали. Сейчас, девчатки, остаемся в этом положении в части ниже поясницы. А локти ставим под плечи. Поза с кинцом. При этом локти четко под плечами. Луки прямо в параллельной линии. Широко раскрытые пальцы рук. Нам необходимо сделать вдох здесь. Включить плечо. Оно не заваливается. И на выдохе раскрыться в потолок. Выдох. Ротация позвоночника. Скрутка позвоночника. И закрыли. Поставили на место. И вдох внизу. И выдох вверх. При этом стараемся ягодичнее оставлять на пяточках. И снова положить вниз. Вдох. И выдох. Плечо не заваливается. И еще раз внизу. Вдох. И снова выдох. Отлично. Положили оба локтя в пол. Теперь смотрите. Мы должны ладони поставить на место локтышек. И теперь потихонечку отрываем ягодицы от пятки. И медленно. Раз за разом. Как гармошка. Собираем аккуратно. 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 Не спешим. Ножки сделайте вместе. Животик тяните. Положите ягодицы на пятки. Грудь на колени. Руки уходят назад. Лок подверните сильно. Так, чтобы у нас именно темя легло на пол. Поза кролика. Мы как будто спрятались, как черепаха, в свой панцирь. Наша задача плечи тянуть в пол. Плечи расслабьте. Тянем в пол. Голова не лбом. Голова прям затык. Ну вот она прям максимально подвернута. Нос уходит между коленями. Ваша голова, она прямо в пол. Уперлась. И ваша цепь ягодицы на пятках. И голова прям как будто бы затылком теменем на пол. И вы растягиваете спину. Подумайте о своем позвоночнике. Подумайте о том, что как у вас на каждом вдохе грудная клетка раскрывается и на выдохе удлиняется позвоночник. Прямо глубокий вдох. Облегчающий выдох. Облегчающий выдох. Облегчий выдох. Облегчий выдох. Выдох. А теперь опустите ладони перед собой в намасте, перед грудью. И голову склоните к своим рукам, сохраняя закрытые глаза. Локоточки спокойно смотрят вниз и все ваше внимание в ваших ладонях. Почувствуйте, какие горячие у вас ладони. Это ваша жизненная энергия. И чем дольше мы направляем свой взгляд и мысли в ладони, тем горячее там становится. Возможно, кто-то почувствует покалывание. Это еще раз говорит о том, что куда направлено ваше внимание, туда уходит вся ваша энергия. Будьте аккуратны с вниманием для того, чтобы ваша энергия расходовалась только на то, что вам необходимо. Особенно. Еще раз делаем глубокий вдох. И выходим из практики через выдох, открывая глаза, расходяем к ладони и прикасаемся к своим бедрам. Погладьте себя к бедрам, погладьте, чтобы всю эту энергию вернуть снова к себе. Посмотрите по сторонам, сосредоточьте свое внимание на разных цветах, на разных расстояниях, чтобы взгляд вышел уже во внешнем верху. Дичата, благодарю вас за совместную практику. Спасибо. Получи сахар, полетела незаметно. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...